Я очень хочу я успеть поделиться этим посланием, но я постараюсь не задерживать эти служения до 3 часа в день. Я когда готовился, еще вчера вечером сюда приехал, надо было подготовить, потому что после строги немножко, чуть-чуть грязненько было. Плюс я еще благополучным образом был настолько занят со всеми делами, что я забыл записать, не то что забыл, я не успел записать вводный урок для нашего онлайн-отключения. Я его тут вчера вечером записывал, ну и как раз потом все ставил. Я люблю заниматься монотонной физической работой, потому что когда ты не занят, тебе особо думать не надо, ты можешь спокойно молиться, просто размышлять о Господе. А не так, что когда тебе надо думать, и ты размышляешь о Господе, и случайно, как это, вот как я там, да, в кабинете делал, и что-то, да, размышлял, молился, продолжил дырки, помесил профиль, а не туда. Ты такой, ну здрасте, пожалуйста, и надо опять переделывать. Да, поэтому вот монотонная работа нормально, когда тебе не надо думать, ты просто, просто делаешь. И я вчера, когда молился, и Бог просто показал эту мысль, и я хочу сегодня об этом поговорить. Послание, мысль этого послания следующая. Человек предназначения. Я хочу, чтобы вы немножко сегодня подумали, мы иногда очень давно об этом говорили, очень-очень давно, года три, может быть, четыре назад. И я вижу, что Господь сейчас возвращает нас к некоторым вещам, которые были сказаны, но которые, может быть, не до конца укоренились, что ли, в нашей жизни, или где-то они взялись, но очень поверхностно они взялись, а нам нужно действительно драгоценной пойти на глубину. Писание учит нас, что мы являемся людьми предназначения. Кто такой человек предназначения? Я хочу, чтобы вы поняли одну такую мысль, потому что, когда обычно люди слышат вот это слово «предназначение», они думают, что человек может сделать какую-то одну функцию, а так он вообще как бы и не сильно-то издался, собственно говоря. Я сейчас не про это говорю. Я говорю про то, что Бог приготовил для каждого из нас, для меня, для каждого из вас удивительную жизнь на этой жизни. К сожалению, некоторые люди, я даже слышал о верующих, о некоторых таких размышлении, я не знаю, что там за динаминация такая у них, что чуть ли не вот земля, это и есть тот самый ад, и типа, когда мы умираем, вот Бог нас достает оттуда, до небеса, вообще какая-то приятина, вообще просто невероятная ошиба, но тем не менее. И люди так воспринимают свою жизнь, как какое-то мучение, как некое страдание, и они даже не пытаются ничего делать, потому что разного рода события происходят в жизни, и они являются как подтверждением их вот этих разрушений, которые когда-то попали бы в голову, что моя жизнь, это жизнь страданий, мне предназначено страдать, мне предназначено мучиться, мне предназначено иметь недостаток, мне предназначено вот это, вот это, и вот это, и вот это, что не является Божьей волей для вашей жизни. Божья воля для нашей жизни, мы ее все знаем, именно 12 глава, там сказано, что воля Божья, она есть какая? Благая, угодная, совершенная. Не странная, ужасная и непонятная. Не вредная, плохая и странная, а благая, угодная и совершенная. Это не просто глобально воля Божья, такая благая, угодная и совершенная для Него. Я раньше находился в таком формате учения, где это преподносилось следующим образом, что воля Божья, она классная, она хорошая, но для Него. А для меня как бы не надо быть волей Божьей, но для меня она не будет благой волей совершенно, потому что, ну, в общем, Бог же для себя старается, а мне как бы вообще, на меня ему как бы сильно плевать, ему главное его в своей цели добиться, а я как бы вообще его и в памяти не сжаться. Если я там что-то не выполнил, Бог просто меня выкатит, как расходный материал, просто дойдет кого-то другого, чтобы вот на Него и тот человек поработал. Это очень странный формат, как люди так размышляют, на самом деле, о Боге. И с нами говорят, что его воля благая, угодная и совершенная, но она благая, угодная и совершенная не только для Него, она благая, угодная и совершенная и для нас. И, к сожалению, некоторые люди не видят, или, давайте я так скажу, не могут увидеть, пережить эту благую, угодную и совершенную волю именно по причине того, что они пытаются выстроить свою собственную волю, не подчиняясь Его воле. И вот на этом как раз отрезке мы попадаем в ситуацию, когда мы вроде бы делаем то, что нам хочется, то, что нам нравится, но то, что не совпадает с волей Божьей, и мы не чувствуем здесь никакого удовлетворения, мы не чувствуем, не переживаем никакого счастья. И я не говорю о том, что человек всегда в смурной ходе, то есть человек может и, знаете, как говорится, радоваться и так далее, в зависимости от характера человека, есть просто люди, которые, вот они такие, висельчаки, они любят радоваться, они любят улыбаться и так далее, и им как бы нормально. Но при этом, в глубине души, когда они остаются один на один, вот то, что я все время говорю, почему многие люди так боятся оставаться один на один. Вот я сегодня, кстати говоря, наблюдаю за этим, почему сегодняшняя молодежь, подростки, они все время где-то тусуются, они постоянно, и надо куда-то в торговый центр, куда-то в кипиш, какой-то кипиш, надо постоянный кипиш. И я начинаю понимать, потому что если он останется один на один с собой, он же на стену лезть начнет, с учетом того, что находится в его голове, с учетом разного рода мыслей, разного рода непониманий, несостыковок в его жизни, он просто начнет лезть на стену. И это именно из-за того, что человек не находится в воле Божьей. Когда ты находишься в воле Божьей, удивительным образом твоя жизнь приобретает смысловую нагрузку. И я сейчас не говорю о том, что если ты в воле Божьей, у тебя всегда будут бабочки, цветочки, и ты будешь всегда такой радостный улыбаться. Ой, как классно, здорово, когда такое очевидно будет. Но потрясающее положение воли Божьей заключается в том, что даже если ты проходишь какие-то трудности, ты проходишь какие-то трудные ситуации, трудные какие-то времена, зная свое предназначение, зная свою волю, волю Божью, в которой ты движешься, ты движешься не останавливать. Тебя не остановит эта ситуация, потому что ты знаешь, Бог предназначил меня для жизни благословения. Бог предназначил меня для того, чтобы я находился в Его воле и был счастлив. Не мучился и страдал, а был счастлив. Я разрушал некоторые ситуации, я не буду говорить, что это ситуация вчера и позавчера. И это отношение одной семьи. Были там определенные сложности у этой семьи, люди говорили, чего, куда там, подробности не нужны, судя не в этом. Определенные сложности. И ситуация выглядела так, как будто бы, ну все, то есть человек предназначен к одиночеству, человек предназначен, вот, знаете, как бы вот все время держать в голове вот эту пакетию, постоянно, знаете как, быть в мучениях. Это очевидно мучение. То есть этот человек, он иногда улыбался, то есть там мог посмеяться, но, знаете, вот, интересный такой момент, знаете, да, говорят, что глаза – это зеркало души. И очень часто, на самом деле, это видно, когда ты смотришь на человека, он даже улыбается, но ты смотришь в его глаза, и ты понимаешь, что улыбается где-то вот так вот половина лица. Вот эта нижняя часть лица, она улыбается, но если вот эту часть закрыть, ну, ты вот здесь, то есть когда человек искренне улыбается, он улыбается и глазами, он улыбается всем лицом. И там даже если закрыть нижнюю часть, улыбку, ты будешь видеть, что он улыбается по его глазам. А тут видно, что когда у человека, то есть он как бы визуально улыбается, но у него печаль в глазах, у него, знаете, такое отсутствие жизни просто в глазах у этого человека. я молился за него и удивительным образом просто я узнал там за один момент неожиданный момент произошел в жизни этого человека просто определенная встреча определенный поворот и сегодня я вижу то есть когда я видел этого человека там несколько дней назад то есть удивительным образом то есть я смотрю этот человек впервые за долгое время я давно не видел этого человек искренне улыбается человек искренне счастлив этого удивительным образом потому что ситуация нарисованная дьяволом предназначение дьявола для этого человека она выглядела абсолютно как нечто ужасное это все равно что вы приобрели кто-то некий человек приобрел дом ударил на фотографиях видел классный дом он туда приходит а там прям разруха там прям разруха то есть дом вроде стоит стены стоит крыша стоит но где-то тут подтекает там что-то раковина треснуто ванна разбитая унитаз непонятно какой что-то непонятно какие-то странные запахи что-то пыль грязь и так далее и вот эта картина которая делал ты предназначен для этого теперь ты будешь в этом жить ты будешь в этом находиться так вот мы с супругой часто размышляем мы много поколесили по съемным квартирам в краснодаре это у нас уже девятая съемная квартира я очень надеюсь что это будет последняя съемная квартира пора уже остепениться в этом отношении интересный такой момент что мы когда всегда приезжаем на новую квартиру мы что-то улучшаем мы все время что-то подстраиваем то чтобы было хорошо чтобы было комфортно казалось бы это съемная квартира это не твоя квартира что тебе еще надо собственно говоря и мы просто договорились с арендодателем давайте мы сделаем то и вот мы недавно плиту надо было поменять плита в габариты этой кухни не входила в смысле старейшинцы вот это вот там такие щели были что-то падало плюс плита старая очень была я предложил давайте в счет аренды купим новую плиту стеклокерамику и так далее ну хорошо я посмотрел по ценам а они прям типа ну там не в счет аренды вообще там даже ну более-менее нормальная стеклокерамика сколько мы ее взяли 32 по-моему ну то есть это больше чем наша аренда за месяц а мы договорились с ней что мы вложим то есть половина месяца одного половина месяца второго на аренда не больше я понимаю что я не вложусь в эту сумму и есть два варианта вот в этой ситуации есть два варианта оставить все как есть плита работает на ней готовить можно отлично все готовится абсолютно нормальная плита то есть все комфорки работающие духовка работающие масла и у меня супруга готовит только она постоянно потому что у нас в ресторане разное питание она отдельно готовит сыну отдельно готовит мне потому что мы разным питаемся там постоянно кашеварили на кухне происходит плита отлично работает или вариант взять мои финансы доложить туда и купить нормальную плиту плита моя не ставим мы его ставим там в квартире когда мы съедем и по итогу мы так и сделали мы взяли просто наши финансы я говорю слушайте мы берем это под плиту я просто докладываю со своих и так далее арендодатель обалдел вообще какой смысл в этом суть когда дьявол пытается тебе нарисовать какую-то вот эту картину помещая тебя в определенные обстоятельства у тебя есть вариант принять эти обстоятельства как предназначение твое как предназначение того что вот и теперь в этом разрушенном доме должен жить ты должен жить в этих обстоятельствах семьи ты должен жить в этих обстоятельствах финансов потому что ну так сложились обстоятельства ты же не можешь их выкинуть никуда ты же не можешь просто уйти из этого типа встал и ушел ты не можешь они есть они всегда с тобой даже если ты уйдешь ты обстоятельства заберешь вместе с собой они прицепленные теперь ты никуда не денешься и у тебя есть вариант либо согласиться на божий образ на божье предназначение для твоей жизни или согласиться на то что для тебя рисует дьявол и я вас уверяю согласиться на предназначение дьявола сильно проще знаете почему видно 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 ты чувствуешь ты его переживаешь дьявол не на секунду не даст тебе забыть о его собственной воле и и это не будет так что это вот ситуация там дьявол все время сравнивает с крестом с красным хотя дьявол конечно не выглядит но образ понятный да и я ничего не буду в библии никогда не упоминает что люсифер из прекрасного ангела превратился в страшного монстрингу ну так просто просто для информации я понимаю что как бы в культуре пример что если это дьявол Вот такое вот все, но поправьте меня, если я что-то путаю, по-моему, ничего не написано про Люцифера, может быть, он тогда, конечно, падал и сильно ударился об землю, там что-то произошло, но вопрос другой, конечно. Так вот, тебе нарисовали предназначение, дьявол нарисовал тебе предназначение в отношении твоей семьи, в отношении твоих детей, в отношении твоих финансов. Кстати, мне супруга напомнила, да, я еще раз делаю право оглашение веры, что тот остаток, который у меня остался того прошлого служения финансового, его больше нету этого долга, я полностью свободен, я полностью обеспечен, и все там визы только твои Иисуса. Аминь. Надо ли не успевать, это делать в каждом воскресенье. Спасибо супруге, что она мне напоминает, прекрасно супруга моя. Да, то есть обстоятельства, рисую тебе картину. Кстати говоря, я могу уже даже немножко начать сидеть в отношении этих вещей, потому что интересная такая ситуация, я просто размышлял в отношении вот этой всей ситуации с финансов, а там прям большая проблема, ну то есть прям шестизначная проблема. Вот такая проблема, большая. И я как бы на это смотрю и думаю, а как типа разгребаться, надо же как-то, ну надо разобраться с этими вещами, потому что мне не нравится, что это на мне висит. То есть оно как бы не то чтобы приносит какой-то дискомфорт, но мне не хочется, чтобы это на мне висело. И Бог дает мне просто понимание. Я говорю, слушай, напиши вот этому человеку. Он сейчас за границей живет. Думаю, да ну блин какой-то, зачем я писать его? Этим вещами Бог говорит, нет, ты напиши его. А я начинаю, у меня начинают складываться пазлы. Я думаю, а вот что, Бог меня целый месяц, прям знаете, как вот тесто, когда месяц, вот его вымешивают, чтобы все пузырьки воздуха ушли, естественно, вот его вымешивают. Вот Бог меня также вымешивал напоминанием, что для того, чтобы проповедовалась проповедь Евангелия, нужен проповедующий. Для того, чтобы совершались исцеления, нужен верующий человек, который пойдет исцелять. Для того, чтобы были финансы, нужен дающий ей эти финансы. Оно не падает с неба. Проповедь Евангелия, она не с небес пролетает. Я так говорю, пока! Исцеление не так, что ты идешь, раз дождь, ударь, дождь исцеляющий. Еще раз пошел дождь, и все-таки раз исцеление. С тех, кто были на улице, и на кого капелька дождя попала. Это не так работает. Мы знаем, что для этого нужны эти вещи. И я вам просто пишу. Я говорю, слушай, такая-такая-то ситуация. Есть у тебя какие-то предложения и так далее. И он просто предложил один вариант. Я такой, звучит очень круто. И выглядит так, как будто бы это вот начало движения, разрешение этой ситуации. Я думаю, круто, и все ссай. Уже начались какие-то подвижки. Ты можешь согласиться с этим. Он такой, так, мне эту каторгу еще пять лет таскать. Ну что? Засекаем время. Так что? Пять лет. Ждем. И просто ждем. Пять лет, десять лет. Сколько там делал у тебя нарисовал? Есть такие ситуации, которые делал у тебя еще, которые от тебя до конца жизни. И некоторые ситуации, если на них смотреть вот так вот, просто на ситуацию, а не выглядят так, ну да, до конца жизни, ты же никак ее уже не исправишь. И действительно физическими глазами мы смотрим, ну ты никак уже не исправишь. Эту ситуацию. Там, допустим, семья уже разрушилась. Там, уже какая-то произошла финансовая проблема. Уже какой-то диагноз поставили. Или уже произошла какая-то травма. А может уже произошло. Ты не можешь это никуда выбросить. Но у тебя есть вариант. Согласитесь с этими вещами. Или, смотря на божий образ, взирает, в описании говорит, на его образ, рассматривая его, начинать верить в его благую, угодную и совершенную волю. В чем разница движения, как Писание говорит, что мы должны двигаться не верой, а видением. В чем разница? Дьявол как раз работает с нами земным образом, движением, видением. То есть когда ты видишь глазами, то есть с его волей ты соприкасаешься своими глазами, своими зрением, ты соприкасаешься своими ушами, слухом, ты соприкасаешься, может быть, своим телом, ты соприкасаешься своими эмоциями, ты соприкасаешься с этими вещами. С божьей волей ты соприкасаешься посредством веры, что является абсолютной противоположностью этими вещами. Вера не нуждается в соприкосновении глаз. Просто тогда это уже не вера. Если я вижу глазами, мне верить зачем? Я же вижу. Если у меня в руках телефон, мне не надо верить, что у меня в руках телефон, он есть у меня в руках. Правильно? Это простая вещь, это очень простая вещь, ничего сложного. Соответственно, каким образом тогда верить, если перед моими глазами есть вот эта вот ситуация, даже если я глаза закрою, она у меня в голове будет. Я вообще никуда от нее деться не могу. То есть с какой стороны не подходи, с человеческой точки зрения ты не разберешься в ней. И знаете, может это прозвучит немножко странно, но я люблю такие обстоятельства. Знаете почему? Потому что это самое лучшее поле для действия божьей силы. Потому что именно в этих обстоятельствах ты никогда не сможешь сказать, я настолько был силен, я настолько был в вере, я настолько вот я, что я преодолел, я сделал эту ситуацию. Очевидно, ты будешь совершать какие-то действия, но ты будешь четко знать, это Бог, это только Бог, я, я, ну, все, я был потерянный, я не знал как, и даже то, что произошло, я смотрю на это и думаю, а как Бог это выбрал? Как Бог так выбрал эту ситуацию? И очень часто мы видим в этой ситуации, слава Господа заслужили, почему я и всегда призываю каждого человека к тому, чтобы мы начинали служить, мы начинали проповедовать Евангелие, мы начинали исцелять. Потому что, когда вы начинаете это делать, удивительным образом вы начинаете видеть это в жизни других людей, и в какой-то момент, рано или поздно, до вас доведет, так если Бог это делает там, так Он это может сделать и в моей жизни. Многие ждут особого времени, когда моя жизнь придет в полное соответствие с волей божьей, и тогда я начну служить людям, тогда я буду очень классным служителем. Но так не бывает. Ты начинаешь служить с той точки, где ты находишься. Я всегда говорил, что когда я начинал, когда я работал с Джей Тилем, с Коррик Мейком, в 17 лет еще, у меня у меня огромные проблемы с ногами, у меня огромные проблемы с сердцем, огромные проблемы с разными диагнозами и так далее, и я так начинал служить. И у меня происходило, когда я ходил на улицу, я варился за человека, и человек исцеляется, а я стою, я вот так вот с ноги наружу переставляю, потому что у меня так болят ноги, я просто стоять на них не могу. При этом человек исцеляется. И чем больше я это, чем больше я видел исцеление, тем больше Бог наполнял мой разум образом, что Бог это сильный исцелитель, и нет для него такой проблемы, которую он не способен решить, и такой болезни, которую он не способен исцелить. Когда ты начинаешь это делать для других людей, это удивительным образом просто дает классное ускорение для изменения твоей жизни. И это не единственный способ, но это дает классное ускорение. Самый важный и самый доступный способ увидеть волю Божию для твоей жизни – это его слово, это его записанное слово. Когда, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, когда Бог сказал Аврааму, ты, ты теперь не Авраам, ты теперь Авраам, он дал ему имя, отец многих народов. Он говорит, я хочу, чтобы теперь ты назывался так. А это же не просто, ну, назвался и назвался. Он же постоянно слышал, как его супруга звала его, Авраам, иди кушать, Авраам, иди помоги им там с водой, Авраам, надо вот там скот куда подвести. Авраам, и он постоянно слышал, что отец многих народов, отец многих народов, отец многих народов, не бездетный столетний старик с умертвевшим уже телом, не способным воспроизводить потомство, а отец многих народов. Он постоянно это слышал. Очевидно, это было только одна часть, потому что дальше, Бог говорит, Авраам, пойдем со мной, пойдем на побережье, смотри, видишь песок, потрогай, потрогай, посмотри, видишь, сколько песка, много песка, огромный пляж, посчитай, песчинки можешь, возьми вот так, буду, посчитай, вот сколько песчинок у тебя в руке сейчас, не могу посчитать, вот столько у тебя будет детей. Авраам, посмотри на небо, ты видишь вот эти звезды? Если кто-то из вас когда-нибудь видел большое яркое звездное небо, слушайте, это очень классная вещь, лучше всего видеть звездное небо в максимальной отдаленности от населенных пунктов, в абсолютной темноте, лучше всего видно. Я как-то с пастором Юрием ехал из Томска в Кемерово, мы возвращались, и мы поехали после какой-то другой трассы, не по той, а там не освещали, ничего, мы в какой-то момент даже думали, что типа, а у меня что и связь оборвалась, там связи даже не было. В какой-то момент думали, что мы вообще куда-то не туда едем, а вообще все едем, и сейчас мы все приедем, и в Кемерово пробахнулись. И мы остановились, потому что ночью надо было немножко воздуху подышать, а потом что-то постановили, а в сон начало уходиться. Мы выходим, а темнота на километры вокруг, полная темнота, смотришь вверх, это какой-то, ну типа, я даже в самолете не видел настолько звездное небо, потрясающее вообще. И Бог говорит, Абрама, посмотри, видишь звезды? Вижу. Посчитать можешь? Не могу. Вот столько у тебя будет детей, вот такое большое у тебя будет потомство. Первое. Абрам слышал. Абрам постоянно слышал. Закладывался образ, закладывалось его предназначение. Твое предназначение, Абрам, это не просто, что ты бездетный старик, вот просто умрешь, и типа, ну вот своему там помощнику передашь свое имение, с которой, между прочим, Господь не заключал никакого завета. Завет заключался с Абрамом, и Бог был заинтересован в продолжении рода Абрама. Потому что надо было, чтобы потом от этого рода произошел Иисус Христос. Так-то, вообще-то. Бог был заинтересован в этом. Это не то, что Абрам ходил, выпрашивал, Господь, ну так детей хочу, ну пожалуйста, Господь, хоть это и глупость уже, ну вот так ребенка бы хотелось бы у меня. Понимаете, да? То есть я хочу, чтобы вы это увидели. Это не была воля Абрама, это была воля Божья. То, что мы с вами говорим в последний месяц исцеления, это не твоя воля. Подожди, если ты этого хочешь, это не твоя воля. Потому что до того, как ты это захотел, Писание говорит, его ранами, ты был исцелен. До того, как ты это захотел, он заплатил за это. Он высказал свою волю, говорит, я хочу, чтобы ты был здоров. Я хочу, чтобы ты был восстановлен. Я хочу, чтобы ты был благословлен всем. Уявительным образом, если разбирать про образы, мне очень нравится, я когда-то изучал этот вопрос в отношении крестной смерти Иисуса Христа, там, пребывания ранами, есть вот эти вот очень-очень много образов. И один из классных образов вот этого благословения семьи, заложенной в жертву Иисуса Христа, это когда он висел на кресте, и римский легионер пробил ему бок, пробил под ребро. Жена взята у мужа из ребра. Это была оплата за то проклятие, которое было наложено на семью, на человека в отношении всех вещей, которые было сделано в отношении грехопадения. Была оплачена семья, твоя семья должна быть благословлена. Не то, что может быть, она должна быть благословлена, потому что это воля Божья, это твое предназначение, быть благословенным Детем Божьим. И ты сегодня, может быть, этого не видишь, потому что ты настолько долго смотрел на эту картинку, это, знаете, как если очень долго находиться в помещении с каким-то неестественным освещением, допустим, представьте, что у нас бы освещение было бы не такое, а синее, синего цвета, ты бы вышел на улицу, у тебя бы, ну и ты посидел бы здесь хотя бы полчаса, ты бы вышел на улицу, у тебя бы искажались абсолютно все цвета. У тебя был бы синий вот этот вот оттенок, он бы преобладал во всех цветах и абсолютно все цвета. Не то, что, знаете, как зайчика ты поймал, а прям радужка глаза, она бы воспринимала цвета по-другому, она бы искажала эти цвета, или красный, то есть там вот теперь он состоит зеленый, красный, синий, и когда есть вот этот вот перекос с каким-то цветом, то потом глаз начинает, на какое-то время, это не постоянно, но на какое-то время он начинает искажать картинку. Это не так выглядит, но тем не менее. Видите когда-нибудь, в жаре, допустим, в пробке, когда стоите, если смотреть, знаете, вот так вот на машины, знаете, как будто огня такой, знаете, вот такой, я не знаю, как это называется... Мираж. Ну, типа, да, такой вот, знаете, как волны, как эти, если на костер смотреть, вот от него вот такая вот, такой воздух какой-то типа горячий, и вот смотришь на машине, и как будто бы то уже все вот в таком вот аспекте, А этого нету. Это просто обман зрения, каким образом это работает. И вот дьявол точно так же пытается нарисовать тебе эту картину. Но я хочу, чтобы ты приобщился к воле Божьей и сказал, Господь, да я не знаю, как я могу быть счастливой в своих обстоятельствах. Потому что если смотреть на мои обстоятельства, выглядит так, что это невозможно. Ну не может быть это. Я помню, когда мы попали в эту ситуацию с моей супругой, когда мы только пожертвились первые эти месяцы, я много раз в этом свидетельствовал, когда мы были на грани от развода. Я просто даже уже молился. И даже мои молитвы, они не были молитвами веры. Это были молитвами типа, Господь, сделай что-нибудь, да будет воля твоя. Знаете, когда ты сильно умный, когда ты сильно уже знаешь, как молиться. И ты вроде как молишься, но я никогда не люблю постановку. Вот мне не нравится, мне не нравится, когда и я, и в себе ее тоже ощущаю, когда, знаете, я вот сам молюсь, и такая, ты же сам не веришь, что ты говоришь сейчас. Что ты вот типа... И я понимаю, что я даже не могу, вот в тот момент, я даже не мог представить нормальные наши отношения. Вот настолько мы разругались, что я не мог представить, что мы нормально общаемся уже, что мы можем нормально сидеть вместе за столом, там ужинать, где-то прогуливаться, держаться за ручку, быть вообще, тут нонсенс какой-то, что это такое вообще. То есть, эта картина, она так быстро упала перед моими глазами, и так быстро нарисовала этот образ и проросла, что в какой-то момент мне стало проще верить в этом. И еще что мне оставалось делать, я начинал говорить Божьим словом. Бог мне конкретно сказал, что я делал. То есть, я ложился каждый... Каждую ночь я ложился сильно позднее, чем моя супруга, собственно, как и обычно, сейчас даже происходит. Она уже спит, просто возлагаю руки, она не слышала этого, я не делал так, чтобы она там видела. И я начинаю просто послушать. Моя супруга, самая лучшая, у меня самый лучший характер, она самая мудрая. И так, я просто начинал говорить Божье Слово. Поначалу я понимал, я говорю, типа, зачем ты говоришь? Все равно ничего не поменять. Зачем я это говорю? Я продолжал дальше это говорить, продолжал дальше это говорить. И не прошло долгого времени, буквально месяц-два, и вот так ситуация развернулась. И ты сегодня, когда уже смотришь на это, то есть, я каждый раз, когда об этом свидетельствую сегодня, я думаю, может, мне показалось, может, не было таких слов. Может, не было того обстоятельства, может, я что-то преувеличиваю себе, что, может быть, знаете, гиперболизация такая произошла. Но нет, ты просто настолько далеко отошел оттуда, что сегодня ты смотришь, и тебе эти обстоятельства больше не кажутся такими страшными, тебе больше они не кажутся такими влияющими, потому что они потеряли силу над тобой. Потому что сегодня ты находишься в другом предназначении, Божьем, а когда ты находишься в Божьем предназначении, даже пережив ситуацию, которая не соответствует воле Божьей, находясь в Божьем предназначении, оборачиваясь назад, она больше на тебя не влияет. Я много раз говорил, ты не можешь вытащить отсюда какую-то информацию. Все, что с тобой в жизни происходило, какие-то вещи, какие-то ситуации, ну ты не вытащишь шипы с головы, нельзя отрезать кусок мозга, какие-то нейронные связи, нельзя отрезать это из твоей головы, оно навсегда там останется. Но, когда сила Божьей любви, сила Божьего действия, она начинает производить работу в твоей жизни, ты помнишь эти обстоятельства, но они на тебя больше не влияют. Они больше не влияют, они не имеют над тобой силы. Они есть как пустая информация. Ты же не испытываешь никаких эмоций, когда ты стоишь, не знаю, ждешь очереди в туалете, в торговом центре, а там есть, не знаю, там, этот, вывеска пожарная эвакуация. Ты же не испытываешь никаких эмоций, если ты вдруг решил ее почитать. Ты такой, ну, да, выходи сюда. Тебе такое, а куда идти? Знаете, как в пожаре. Когда в пожаре, ты будешь испытывать, ну, где, ну, ну, это не самому, как, пропитив вообще, погиб. Когда в пожаре, да. А когда ты не в пожаре, ты мне смотришь, ты так, ну, окей. Да. Пожарная у вас. Отлично. Словно. Тебе все равно. Она на тебя больше не влияет. И в этом необходимо разобраться в драгоценном. Нам необходимо осознать, что ты предназначен. Скажи, я предназначен. Я предназначен для Божьего благословения. Друзья, это это важнейшее просто осознание и детям Божьего. Писание говорит именно в 8 главе, что мы стали наследниками Божьими, сонаследниками с Иисусом Христом. И апостол Павел в этой главе пишет, что так как он сына своего не пощадил, наш небесный отец не пощадил своего сына ради нас и отдал самое дорогое, что у него было, он отдал своего сына за каждого из нас. И он обращается к имени, он говорит, как вы думаете, что если он дал вам это, как с ним не дарует вам и всего. Как вы думаете, что входит в это все? У кого какие идеи? Второй, вестой, семья. Вот это уже по конкретике пошло, а то все, оно какое-то, ну, такое, как бы, хорошее слово, но без конкретизации. Давайте, финансы, деньги, что там, семья, еще какие варианты? Ум, разум, аминь, исцеление, класс. Что еще туда входит? Во все? Свобода от проклятия, Иисуса. Еще какие варианты? Не попадать в такие ситуации. Отлично, Иисус Сай, не попадать в такие ситуации. Миша сказал мудростью. И все? За себя. Понимаете, да? Вот, вот почему я говорю за этот жар, Бог выраздновал всем, аминь. А что это все? Любое. Я хочу хорошую семью, а хорошее это как? Ну, хорошее, конкретнее, можно, пункт один, пункт два, пункт, если ты сам не можешь это назвать, как ты собираешься разобраться с этими вещами? Но драгоценное, иногда мы можем назвать, какие-то вещи, иногда не можем. Но я вас уверяю, мы, я не знаю, насколько способны, может быть, люди, которые хорошо развивают пророческое действие в своей жизни, может быть, они и могут, хотя, я не знаю, что мы даже пророчествую, даже имея, дух божий, мы все равно смотрим, как через тусклость стекло, тем не менее. Поэтому я все-таки возьму на себя такую ответственность, сказать, что, наверное, мы не можем до конца знать, как будет выглядеть вот то самое состояние, когда мы будем находиться в этом предназначении. И это есть вопрос просто доверия Богу. Просто давай, иди за мной. Это как, я когда-то очень давно показывал этот момент, моя супруга не тут, да? А, мне есть. Иди сюда, солнышко. Показать просто надо мне. Нагляднее, когда показываешь нагляднее, оно нагляднее. Вопрос доверия Богу в этих ситуациях. Он выглядит так. Мы хотим, вот так вот, когда она стоит, я говорю, Настя, давай, падай, падай ко мне в объятия. Да мне вообще не проблема. Она головой, она очень милый человек, она рассчитала расстояние, такая, ага, коэффициент падения, все тут, он легко меня поймает, он вроде крупный такой, большой, сможет меня поймать, она может спокойно на меня падать. Собирается. Да. Я легко ее поймаю, потому что такая, я контролирую ситуацию, если что, я руками приторможу, потому что я же вперед падаю, я приторможу. А вера работает вот так вот. Ты не видишь. Твой взгляд на вот те обстоятельства, вот те, которые там происходят, которые очень красочные, нарисованные, которые ты чувствуешь, которые ты видишь, которые ты слышишь, которые ты переживаешь своими эмоциями. А Бог говорит, доверяй мне сюда, в объятия. И тут стрёмно. Ты же не контролируешь ничего. Ты можешь просто начать падать. И Бог тот, который ловит. Спасибо большое, солнышко. простая, очень простая вещь. Вот ровно так работает вера. Мы хотим вот так вот. А Бог говорит, ну, ну, только вера. Потому что, когда так, это видение. Я хочу увидеть, как оно будет, а где будет. И когда я начинаю об этом думать, самая удивительная вещь, я не могу этого увидеть. Даже в самом оптимистичном формате мышления, я не могу это увидеть. Ну просто, ну как? Ну вот как? А удивительным образом Бог просто разворачивает, переворачивает, просто удивительный образом. Насколько мне, как понравилась эта фраза был Джонсом на пастора, когда Бог имеет удивительную потрясающую способность, переворачивая все плохие обстоятельства, просто в славу Божию. Когда ты выходь, и это не потому, что Бог является инициатором этих проблем. Он просто такой классный небесный отец, что в какие бы обстоятельства мы не попадали, он сразу начинает работать над тем, чтобы нас оттуда вытащить. И не просто вытащить, а ну тебя попустило иди дальше. А знаете, как это на трассе машина сбило, ну я тебе ножку перевяжу, а дальше попрасьте саму денег. Нет! А для того, чтобы решить эти обстоятельства, для того, чтобы изменить эти обстоятельства таким образом, что ты вышел, я не знаю, это все равно, что ты вложил деньги в банк, деньги прогорели, но по итогу какой-то некто сделал так, что твои деньги не просто восстановились, ты в огромный плюс ушел. Если на финансах объясняю, на деньгах. Вот что делает Бог. И ты предназначен для этого. Я хочу, чтобы ты это осознал, ты это принял для себя. Ты предназначен для этого. Все, что для этого нужно, доверять Божьему слову. Доверять Богу, знать, что Он за тебя, Он не против тебя. Он называет тебя своим детем, так же, как Он обращался к самому Иисусу Христу. Это даже не обращение к Аврааму, это даже не обращение к Давиду, там, друг, человек по сердцу Божьему. Это очень круто. Но сильно выше детю Божьего. Потому что даже Апостол Павел говорит, да, потому что раб не пребывает в этот вечно. Сын пребывает в этот вечно. Раб, он пришел, ушел, поделал в дела, что-то хорошо, и он, спасибо, иди, иди, сын пребывает вечно. Он всегда находится в обстоятельствах благословения. Он всегда находится в ситуации благословения. Поэтому, когда я нарисовал тебе какую-то картину в семье, в финансах, в здоровье, в служении, в чем угодно, в любых обстоятельствах, вот он тебе ее нарисовал, научись, просто приучи себя, это дисциплина, приучи себя к тому, чтобы смотреть на эти обстоятельства. А, вот эта ситуация, супер, значит, Бог сейчас как-то так прославится, я даже не представляю, как Бог сейчас так прославится, что я, благая, это будет лучшее свидетельство за всю жизнь. Аминь. Это сложно, потому что дьявол же, он же не просто ситуация, он же сразу же чувства получает. Душа очень часто, когда она не отнутрина, он сразу же начинает попеть, стянать, и так далее, плакаться, ой, боже, как ты допустил, еще что-то делать, хотя, почему тут вообще голос? Я читаю сейчас труды Лейка, мы сейчас готовим для публикации новую книгу с изданным предъявлением Джона Лейка, все, что мы только находим, я, причем, недавно нашел еще небольшой труд, но я не знаю, когда мы его переведем, это полное собрание проповедей Лейка, там 1200 страниц, я не знаю, когда мы его переведем, но, да, я надеюсь, даже это не шумицкий, это 1200 страниц, я представлю, это альманак вот такой толстенный, но тем не менее, пока еще напряжка проповедей, и он как раз в том числе говорил за обстоятельства Ио, и мне очень нравится, Лейк говорил за это еще больше, чем 100 лет назад, он говорил о том, что дьявол так хочет нарисовать картину, посмотри, это Бог допустил, посмотри, это Бог сделал в твоей жизни, посмотри, и некоторые особо духовные еще и начинают, это сделает тебя лучше, это Бог проводит тебя через эти обстоятельства, чтобы сделать тебя лучше, ты будешь крепче, ты будешь еще чего-то, тем не менее, все равно накидывая на Бога, а это не он является причиной этих обстоятельств, это дьявол является причиной этих обстоятельств. Друзья, это простая вещь, начни доверять Богу, начни быть человеком, который держится за Бога и говорит в любых обстоятельствах, да, может быть, сейчас есть в моих жизни это обстоятельство, но я знаю, что мой Бог силен, его рука не сократилась, чтобы спасать, чтобы исцелять, чтобы восстанавливать, чтобы изменять жизни и нет такого, чего мой Бог сделать не может. Начни это видеть. Попроси Господь, покажи мне этот образ, покажи мне, за что ты можешь с ней держаться. Господь не просто так сделал видение, друзья. Очевидно, что классно, когда мы можем двигаться, знаете, на пролом веры, я ничего не вижу, знаете, как это самое, глаза тебе завязали, ты просто идешь, куда-то там, ну, это очень круто, слава Господу, мы растем для этих вещей, но нет никаких проблем, чтобы какие-то вещи увидеть для этого. когда ты можешь увидеть, для этого и Слово Божие, ты можешь получить укровение, ты можешь начать это слышать, ты можешь начать это видеть, этот духовный мир, который уже есть, потому что Иисус же уже победил, и в духовном мире остается твоей победой, оно уже вот оно, ты просто этого еще не видишь. Как с Даниилом, помните, который помолился, и что-то сразу приуныл, потому что сразу он увидел ответ от Бога. Потом Мархангел прибегает, забырный, фууу, Даниил, извиняюсь, 21 день, извини, что так долго ждал, меня просто задержали, но вообще твоя молитва была отвечена в тот же день, как только ты помолился. А Даниил сразу же начал унывать, так же, как и многие из нас, потому что я же сразу не увидел, наверное, Бог не ответил. Да и как вообще Бог может изменить это обстоятельство? Мы тоже все. Давайте будем людьми веры. Вот почему мне нравится сидракный сахарный динакон. Классные ребята вообще. Остательство ужасное. Люди, проклониться, мне не поклониться, Господь. У вас в печку кидает, кидает, Господь спасет. Аминь. Как? В печку кидает, как спасет, Господь в печке. Господь силен спасти, нас даже если ты кинешь в печку. А даже если нет, мы все равно не сделаем. Мы все равно будем двигаться за тем, что говорит Господь. Как я когда-то принял это решение, я буду молиться за исцеление, даже если я не получу своего собственного исцеления, потому что я не делаю это, чтобы заслужить от Бога свое исцеление. Я это делаю, потому что я Ему верю, потому что я Ему принял как своего Господа, а Он сказал мне, иди исцелять больных, проповедовать Евангелие. Хорошо, Господь, я иду. И удивительным образом ты идешь, и даже когда ты не ожидал, потому что я до сих пор помню этот момент, когда я получил исцеление от своих ног. А что они болели у меня всегда круглосуточно, днем, утром, вечером, всегда, с разной интенсивностью. Я помню, как я иду по комнате, и просто в какой-нибудь момент такой, стоп. Не болит? Я прям начал стучать, я прям такой, в смысле не болит? Я еще там неделю ждал, что оно опять зимаает. Так я ждал. Человек верный вообще. Невероятно. И тем не менее, как я тогда получил исцеление, и уже сколько лет уже, я абсолютно здоровый и спокойно могу и конференции проводить, по трое суток на ногах, и так далее, ничего вообще. И вот в плоскости, обуви могу ходить, что страшенно для меня вообще тогда было, одел в плоскости, обувь, сплошка подошва, и все, и ноги можно отстегивать сразу. Вообще, было тогда, а сегодня это другое обстоятельство. Я настолько привык к состоянию боли, тогда, что я тоже такой, я когда-то ее буду даже игнорировать. Вот настолько я к ней привык. Но он говорит, это не твое предназначение. Твое предназначение записано в слове. Рано на него вот исцелился. Вот это предназначение для тебя. Это не для какого-то особенного человека. Не, ну в моих обстоятельствах, ты же не понимаешь, что касается, вот почему я всегда говорю, я не хочу слушать твои обстоятельства. Дай мне рассказать тебе предназначение Божье для тебя. От того, что ты в очередной раз расскажешь мне твои обстоятельства, это не поменяет твои обстоятельства. Извините за тавтологию. Но если ты услышишь Божье предназначение для твоей жизни, обстоятельства в духовном мире, которые уже произошли, ты за них схватишься и скажешь, да, может быть, я еще недостаточно могу верить, мои чувства противятся, но раз он противится, я не могу себе это представить, но так как это Боле Божие, я соглашаюсь, это есть истина, и я поэтому берусь за это, и я увижу Божье Слово. И я буду говорить теперь вот это. Вот это есть мое предназначение. Не уныние, страдания и мучения, а Боле Божие, которое есть благая, угодная и совершенная. Аминь, нравится? Аминь. Аминь. Давайте встанем помочь всем. Аллилуйя, Господь, спасибо тебе. Спасибо тебе, нагоценный Господь, за твою благость, за твою милость, Господь. Спасибо тебе, Господь, за твое предназначение, Господь, за предназначение детей Божьих во имя Иисуса Христа. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что мы стали наследниками Божьими, с наследниками и с Иисусом Христом. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что ты предназначил нас Господь в твоей проявленной славе на каждой дневной основе во имя Иисуса Христа. И я просто провозглашаю жизнь каждого человека на этом месте, кто-то будет смотреть на записи во имя Иисуса Христа. Да проявится просто Божье предназначение в каждой сфере вашей жизни во имя Иисуса Христа. Да увидите вы проявленную славу Божию, да начнете вы видеть Божье обстоятельство с Духом Божьим, которое есть внутри вас во имя Иисуса Христа. Да начнете вы переживать Божью благость во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, драгоценный Господь, за то, что ты назвал их твоими детьми. Ты назвал их, Господь, предназначенными для твоего Царства. Ты назвал, Господь, нас предназначенными для твоей славы и для твоей благости. Господь, тебе за это слава, тебе за это честь и вся хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok